В историко-культурном центре Старый Сургут торжественно наградили победителей 5-го городского конкурса «Сургутский умелец». Было подано 140 заявок. Жюри предстояло выбрать лучшие из 350 работ. Наградили творцов в двух номинациях. В категории «Современное декоративно-прикладное искусство» назвали 11 победителей в техниках керамика, резьба и роспись по дереву, авторские куклы и игрушки, текстиль, вязание, изделия из кожи, бисероплетение, лоскутное шитье, валяние шерсти, фьюзинг, декупаж. Здесь, конечно, главный критерий – это соответствие традиции. Насколько человек способен в своей работе передать определенную какую-то традицию. И здесь это главный критерий, по которому мы оценивали работы. Ну и, естественно, что качество выполнения и степень владения этим искусством. В современном декоративно-прикладном искусстве тут, конечно, гораздо сложнее. Здесь очень большую роль играет композиционное или стилистическое решение данной какой-то определенной работы. И очень важно именно авторское видение. В категории «Традиционное искусство» победителей чуть меньше – девять. На работы участников может взглянуть любой желающий до 15 июня. Экспонаты разделили в Старом Сургуте на два дома. Так много их оказалось. Первая часть представлена в Доме журналистов, вторая – в Школе Музея Знаменского. Двери выставок открыты со среды по пятницу с 10 утра до 6 вечера. Я участвовала в номинации «Традиционное вязание». Представила ей три работы. Это традиционные чулки, традиционные гетры и традиционные варежки. Они были связаны с национальными хантыйскими узорами обских ханты. Почему вам именно эта тема была близка? Ну, потому что я сама обская ханты, и у меня бабушка вязала, мама вязала. Ну, я продолжаю эту традицию.